Центр Банк отозвал лицензию у Ивановского Кронбанка. Об этом стало известно в пятницу утром. Это могло быть плохой новостью только для клиентов финансовой организации, если бы не одно «но». Кронбанк в Иванове был оператором социальных карт. Через него регион оплачивал льготный проезд граждан. И именно этот банк обслуживал карты школьника. С утра было очень много звонков от родителей. Говорили, что карты школьников заблокированы. Невозможно оплатить питание через эту карту. В администрацию города мы провели экстренное совещание. Собрались с организаторами питания. Дети сегодня получили в полном объеме питание. С понедельника питание будет осуществляться за наличный расчет. В областном центре с Кронбанком работали шесть крупных школ. Третья, седьмая, восемнадцатая, двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья, тридцать вторая и сорок четвертая. Перенастройка карты подключения к новому оператору расчетов может занять до недели. В это время питание детей будет организовано за наличные. Если какие-то деньги остались на счетах, родителям необходимо написать заявление в банк о возврате средств. С проездными ситуация также некритична, по крайней мере для пассажиров. С перевозчиками достигнута договоренность. Программа льготного проезда для жителей продолжит работать в Ивановской области. Все льготы действительны при предъявлении социальной карты. Если на счету есть средства, они будут списываться в обычном режиме. Невозможно пока только пополнить баланс. При недостатке средств на счете оплачивать проезд придется наличными, но, опять же, по льготной цене. При нулевом балансе карты и невозможностью ее пополнения перевозчикам для пассажира будет предоставляться скидка в размере 33%, которая будет впоследствии компенсирована перевозчику за счет средств бюджета. Стоимость проезда для льготников с учетом установленного регионального тарифа составит 13 рублей за поездку. Для держателей карты школьника проезд останется бесплатным. Водители и кондукторы предупреждены. Для жителей, для самих жителей, еще раз повторюсь, в наших транспортных средствах никаких вопросов не возникнет. Если действительно на карте получится так, что действительно нет денежных средств, льготная категория граждан вправе оплачивать только 67%. Наши взаиморасчеты уже с органом правительства, это будет как бы внутреннее, но на социальной самой сфере это никак не сказывается. Проблемы с оплатой проезда могут возникнуть только у держателей универсального проездного. Вот такие карты появились в Иванове осенью и принимались к оплате некоторыми перевозчиками. Проект этот коммерческий и разбираться необходимо в частном порядке непосредственно с банком. Ивановцам, которые получали пенсии через Кронбанк, необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России, чтобы выбрать новую доставочную организацию. Есть также телефоны горячих линий, куда можно позвонить с любым интересующим вопросом. Субтитры сделал DimaTorzok